Я придумала этот термин, который соединяет слово феминизм и слово урбанизм, урбанфеминизм, ну и это такой фокус на гендер и город, ну и в частности на положение женщин в городе, но если рассматривать его шире через призму интерсекционального феминизма, то это такой широкий взгляд на угнетение в городской среде. И мне кажется, что тут может быть продуктивным сотрудничество исследователей, городских культурологов, социологов, градостроителей, художников, активистов, гендерных теоретиков. Почему? Ну, у меня как бы, у меня есть такой прагматический интерес к этой теме, поскольку я молодая девушка, и мне страшно возвращаться вечером домой, мне не представляется возможным заведение детей, поскольку я боюсь социальной изоляции, и мне страшно стареть в городе, поскольку мужчинам и женщинам предоставлены неравные возможности в удовлетворение своих потребностей, эмоциональных, сексуальных, поскольку пожилой женщине сложно прийти в клуб или в бар, чтобы как-то развлечься. Ну и, конечно, тут такая символическая история вхождения женщин в публичное пространство, которое, в принципе, сравнительно недавно стало возможным, и во многих странах до сих пор как бы весьма проблематично женщине находиться без сопровождения мужчин в публичном пространстве. Вот, и городостроительно как бы существует такое андроцентричное проектирование городов, которое вызывает как-то пространственный аппарателит. И там, я слышала историю про то, что в каком-то учебном московском заведении, может быть, в МГУ, я не знаю, где я точно, не буду врать, что девушки-студентки ездят в лифте с наполненными водой канистрами, поскольку их вес не рассчитан на пользование этим зданием. Они там застреют иначе, ну, как дети. Вот. Ну, и что еще сказать? Существует много разных практик активистских и художественных, которые между собой похожи, и они все работают с несколькими темами, которые можно выделить. Это репрезентация. Сюда как бы входит и борьба с сексистской рекламой, и также как бы тема репрезентации, она затрагивает проблему безопасности, поскольку если ты выглядишь там как-то ненормативно, да, то к тебе могут возникать претензии, тебе уже намного как бы проблематичнее перемещаться и вообще распоряжаться как бы с собой в публичном пространстве. И также важная тема коммеморации, то есть возвращение себе истории со стороны женщин. Это касается и монументов различных, памятников, их можно пересчитывать, предъявлять претензии. Также вот женская историческая ночь, да, работает с этой темой, такая активистская инициатива, но которая тоже вот привлекает художников, художниц к этой практике. Вот, что еще? Много вопросов на самом деле.